Песни, рассказы о жизни. Семья внимательно слушает своего главного наставника, Юсуфу Османову, 95 лет. Свою жизнь юбиляр помнит до деталей. Каждый снимок – отдельная страница в книге жизни. Это вот я. Это коллектив, с которым я работал в Узбекистане. Родился юбиляр в 1926 году в селе Морское Судакского округа. В семье было четверо детей. Он – самый младший и единственный братишка. Когда нас депортировали с Крыма, мне было 18 лет. То, что пришлось прожить, я помню хорошо. И не забываю никогда. За 17 дней нас выслали в Узбекистан. Когда мы там оказались, в городе ничего не было. Но нашлись хорошие, добрые люди. В Узбекистане Юсуф Османов работал водителем на Хлопковом поле. Женился. В 1975 году переехал в Крымск. Там я работал водителем трактора. В Крым нас не пускали. Если когда и приезжали, то на 20 суток закрывали. 20 лет прожил в Краснодарском крае. На родину переехал в 2000 году. Когда сюда переехал, он уже не работал. Уже был на пенсии. Было ему уже 75 лет уже. Огород сынья до 85 лет. Он постоянно с огородом. У нас везде все. Только с огородными этими. Он делал, все выращивал, сажал. У Юсуфа Османова четыре внучки, семеро правнуков. В своем возрасте долгожитель не сидит на месте. Изучает различную литературу, делает для себя заметки в книгах. С детства привык читать, узнавать что-то новое, быть в курсе всех событий. Сейчас не представляет свою жизнь без любимых газет и журналов, которые выписывает сам. Секрета долголетия не существует. Юсуф Османов уверяет, что нужно просто жить, следить за питанием и не забывать про спорт.